Субтитры сделал DimaTorzok Но в четвертых это будет полезно всем, вам, мне, потому что я постоянно ищу сопартийцев, так же как и игровому сообществу в целом, кто будет нуждаться в этих некромантах. Так что давайте я вам все поясню, ну а вы уже думайте сами, собирать или нет. Итак, первое что нам пригодится это два предмета из сета владыки Мора. Стандартные предметы это перчатки и наплечники. Ну и единственный бонус, который нас интересует, он будет позволять нам создавать трупные копья, когда мы будем поглощать трупы. Второй сет это Кримсона, он состоит из двух предметов и благодаря ККР у нас запустятся два его бонуса. Первый бонус будет даровать нам уменьшение времени восстановления умений, а так же уменьшение затрат всех ресурсов. Эти два параметра очень полезные, а благодаря второму бонусу мы будем получать меньше урона. На величину уменьшение затрат всех ресурсов. В нашей главной руке находится меч ингиом, для того чтобы быстрее откатывать умения. Во второй руке у нас находится грозовой щит, для того чтобы получать дополнительную защиту. Для дополнительной защиты мы используем броню Кераса Акилы. На голове у нас корона Леорика, для того чтобы быстрее откатывать умения, потому что в этой короне инкрустирован белый самосвет. В качестве пояса мы используем путы Дайнти, для того чтобы получать меньше урона, как минимум от проклятых противников. Наручи силача нам пригодятся, потому что мы тем самым будем бафать урон нашего дамагера Когда противников будем сдергивать с места В качестве одного кольца мы используем перстень ока Для того, чтобы когда будут погибать противники, появлялись области силы А вот когда дамагеры будут стоять в этих областях, они будут наносить больше урона В качестве второго кольца мы используем молитву Брикса И вот с помощью этого кольца, когда мы будем проклинать противников, мы будем подбрасывать их в воздух Тем самым запуская наручей силача Ну и в качестве амулета мы используем дух времени Для того, чтобы продлевать на нас действия пилонов В кубе у нас находится кольцо королевской роскоши Для того, чтобы запустить все бонусы у сета Кримсона Ботинки на голеннике Стюарта Для того, чтобы нас ускорять после каждого переменения кровавого рывка Ну и для того, чтобы быстрее откатывать умения, мы используем похититель Мессершмитта То есть когда возле нас будут погибать противники, мы быстрее будем откатывать наши скиллы Из самоцветов мы используем Гогог, Сияние льда, а также самоцвет Действенного Токсина Что касается параметров, которые вы должны ловить в ваших предметах Это, дорогие друзья, абсолютно во всех предметах ищите один параметр Это уменьшение времени восстановления умений Больше нам ничего не требуется Дополнительно, если вдруг захотите что-то словить Ловите уменьшение затрат всех ресурсов Для того, чтобы за счет этого параметра повысить свою защиту Но ни в коем случае, ни на приметах, ни в парагоне Не вкачивайте урон по области Иначе вся игра будет лагать, как у вас, так и у ваших сопаратийцев Теперь давайте поговорим о билде Пассивки последнего слуга это наша воскрешалка Одиночка дарует нам дополнительную защиту Вечно муки позволит нашим проклятиям на противниках существовать практически бесконечно Ну а жизнь и смерть позволит нам создавать сферки здоровья при поглощении трупов А это пригодится для восполнения здоровья нашей группы Теперь активные скиллы и первое царство мертвых и неглубокие могилы И под действием этого навыка нам не требуются трупы Для того, чтобы использовать умение трупное копье Как и пожирание Что касается трупного копья, то там мы используем руну касания ломкости И когда мы данным навыком будем поражать противников Мы по этому противнику будем повышать крит шанс у нашей группы У пожирания мы используем руну каннибализм Для того, чтобы, во-первых, себя выхиливать А во-вторых, когда мы будем использовать умение пожирания Мы автоматически также у противников будем запускать умение трупное копье Скажем так, это автокаст скилла Кровавый рывок и метаболизм С помощью данного навыка мы будем себя ускорять Проклятие, хрупкость и раннее захоронение С помощью него мы будем добивать абсолютно всех противников Запас здоровья у которых опустится до 18% Очень полезно, в частности, того же босса Ну и второе проклятие это поглощение жизни и сосуд с кровью И это проклятие нам нужно для того, чтобы мы быстрее откатывали наш флакон здоровья Потому что когда противники будут погибать Которые будут прокляты данным проклятием Мы наш флакон быстрее будем откатывать Откатили флакон, его активируем Тем самым мы можем создать нужную область на земле Для наших дамагеров Так, ну это все что касается билда Ну а теперь давайте поговорим о геймплее Как вообще этот некромант будет работать Напоминаю, что этот персонаж является саппортом Ну и наша поддержка заключается в том Что мы бафаем урон нашей группы Как мы это делаем? Как только ваша группа нашла противников И в основном такие группы бегают от элитной толпы до элитной толпы Вы сразу начинаете всю эту толпу проклинать вашими двумя проклятиями То есть хрупкостью, но также поглощением жизни Но далее вы должны бафать крит шанса вашей группы Как мы это будем делать? Во-первых, с помощью нашего самоцвета А во-вторых, с помощью умения трупное копье То есть мы что делаем? Запускаем умение царства мертвых Выбираем нашу главную цель А в основном это элитный противник И вот начинаем именно по этому элитному противнику Атаковать умением трупное копье Непосредственно Параллельно прожимаем умение пожирания Так вот, когда вы будете атаковать с трупным копьем Трупные копья будут лететь непосредственно в вашу цель А когда вы будете, скажем так, выхиливаться пожиранием Эти дополнительные копья, которые будут появляться автоматически Они будут уже поражать цели хаотично Тем самым, опять-таки, бафая крит шанс по этим целям Противники возле вас будут погибать Тем самым откатывая все ваши скиллы В частности, царство мертвых Так что данное царство вы можете использовать по откату Кроме того, когда противники будут погибать Будут еще и откатываться ваши флаконы Поэтому флакон тоже прожимаете по откату Для того, чтобы появлялись области силы Это для ваших дамагеров будет хорошей помощью Но потом уже, когда с группой разобрались Двигаемся вперед Чтобы себя ускорять, напоминаю Мы должны использовать умение кровавого рыва Один раз прыгнули и в принципе можно довольно-таки быстро бежать ногами Баф к скорости перемещения закончился Опять-таки прыгнули и побежали дальше До того момента, пока вы не найдете новую толпу противников для сражения с ними А затем, опять-таки, проклинайте все, кто находится рядом проклятиями Прожимайте царство мертвых Ну и атакуйте противников трупными копьями Что непосредственно вручную, что автоматически Когда будете прожимать умение пожирания Вот, дорогие друзья, и весь геймплей Согласитесь, вообще не сложный Данный персонаж практически неубиваемый А самое главное, востребованный Поэтому, если вы играете в Диабло 3 Если вы играете Некромантом То такого бы я вам посоветовал однозначно собрать Не помешает, поверьте Вот вам мое предложение Пояснение геймплея А что вы думаете о сборке? О геймплее? Пишите в комментариях под видео Ну а я с вами прощаюсь Благодарю за внимание и за просмотр Не болейте Ну и желаю удачи В сезонном походе Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале Комментируйте, советуйте друзьям Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал на ютубе Вступайте в группу вконтакте Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео Желаю всем удачного фарма С вами был Яков Пока